Сейчас купи за определенную цену, завтра он будет стоить дороже, или послезавтра, или через 10 лет будет стоить дороже. И ты на этом заработаешь. Если вы не вкладываете денежные средства, это уже не инвестиции, это уже что-то другое. Понимать четко, где создается потребительская ценность. Спекуляция это там, где твоя прибыль формируется за счет изменения цены того, что ты купил. Хорошо? Хорошо. То есть кто-то скажет, я хорошо проинвестировал. Я говорю, хорошо спекульнул. Друзья, добрый день. На связи Максим Петров и проекта Max Capital. Мы продолжаем серию наших видео, где я отвечаю на ваши вопросы. Сегодня мне помогает Злата. Злата, какие у нас были вопросы? Здравствуйте, Максим. И прежде всего хочется спросить, что же такое инвестиции в целом? Очень хороший вопрос. Прямо нужно отдельную благодарность поставить человеку, который его задал. Потому что сейчас получается хайп на том, что очень много рассказывают про криптовалюту, про недвижимость, про акции, про IPO, про SPO, ну то есть про SPAC-компании. То есть информации по поводу того, что называется инвестиции, очень-очень много. В этом видео хочется расставить точки над «и» и пойти немножко, может быть, в скукоту, в скукотищу, связанную с тем, что такое экономическая теория. Но я обещаю вам, друзья, скучно не будет. Будут точно расставлены точки над «и». Поэтому, пожалуйста, смотрите видео, подписывайтесь на канал. Что же такое инвестиция в теорию? Инвестиция – это размещение денежных средств в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Точка. Соответственно, когда вы принимаете решение о том, чтобы вложить ваши денежные средства куда-либо, то есть если вы не вкладываете денежные средства, это уже не инвестиции, это уже что-то другое. То есть первая характеристика – вы вкладываете деньги. Второе – вы должны понимать, куда вы вкладываете денежные средства. Если это объект предпринимательской деятельности, то есть деньги будут использоваться как некий финансовый капитал, который является неким таким связующим звеном для капиталиста между покупкой рабочей силы и природных ресурсами и созданием какой-то прибавочной стоимости. То есть тогда это непосредственно инвестиции. И задача вас в этом случае как капиталиста, как инвестора – понимать четко, где создается потребительская ценность. Если вы это понимаете, то вы инвестор. В случае, если ваши денежные средства вкладываются в какие-то объекты, то есть объекты могут быть абсолютно разные. Это начиная от финансовых пирамид, заканчивая инвестициями в недвижимость, в криптовалюту и еще что-то. То есть если вы вкладываете денежные средства куда-то, где прибыль формируется за счет изменения цены, то это спекуляции. Даже спекуляции, они тоже могут быть долгосрочными. То есть кто-то называет, что биткоин – это цифровое золото, это долгосрочная инвестиция. Купи сейчас, потом в будущем когда-нибудь продашь, он будет стоить 1 миллион долларов. А вопрос в том, что сейчас купи за определенную цену, завтра он будет стоить дороже, или послезавтра, или через 10 лет будет стоить дороже. И ты на этом заработаешь. То есть в этом временном промежутке времени биткоин создаст ли вам где-то прибавочную стоимость. Поэтому не обязательно спекуляцией может быть трейдинг, когда люди занимаются скайпингом и покупают, продают ежесекундно. Или роботов целых создают. Нет. Поверьте мне, то есть спекуляция – это не только вот именно такая история. Спекуляция – это там, где твоя прибыль формируется за счет изменения цены того, что ты купил. Вторая характеристика спекуляции в том, ну то есть в чем недостаток спекуляции. Что прирост капитала в этом случае у человека, который вложился в спекулятивный инструмент, осуществляется исключительно на дисбалансе спроса и предложения. То есть желающих купить много, желающих продавать нету и цена растет. Но при этом конъюнктура может в любой момент измениться. То есть появился конкурент, появилась альтернатива, появилась новая технология. Ну то есть причин может быть очень много. И конъюнктура поменялась, и все хотят продать, и никому это и за 5 копеек не нужно. И соответственно происходит обвал цены. Итак, резюмируя, первая характеристика спекулятивной торговли, что ты зарабатываешь исключительно на изменение роста цены. И вторая характеристика того, что ты вложишь свои денежные средства в спекулятивный инструмент, это задаться вопросом, а как я получу свою прибыль. То есть потому что если мы используем спекулятивный инструмент, условно доллар, да. Доллар стоил 30 рублей, у меня было 30 тысяч рублей на инвестиции. Я на 30 тысяч купил 1000 долларов. Курс доллара вырос до 60 рублей, соответственно у меня сейчас стало 60 тысяч рублей. Хорошо? Хорошо, да. То есть кто-то скажет, я хорошо проинвестировал. Я говорю, хорошо спекульнул. Потому что для того, чтобы получить эту прибыль, ты должен продать 500 долларов, как минимум. Да, ну то есть саму прибыль, чтобы забрать. Я должен продать определенное количество актива, которое было куплено. Только это мне позволит получить прибыль. То есть если я купил биткоин за 10 тысяч долларов, а он стоит 50 тысяч долларов, для того, чтобы мне получить прибыль в размере 40 тысяч долларов, я должен этот биткоин продать полностью причем. Если я купил квартиру не в инвестиционных целях за 10 миллионов, а она сейчас стоит 15 миллионов, то мне для того, чтобы забрать прибыль, мне нужно полностью расстаться со своим активом. То есть я теряю полное право собственности на этот объект, я теряю денежный поток. Да, я получаю деньги, но при этом у меня опять возникает вопрос, а что мне делать дальше. И поэтому вы должны понимать, что если ваша прибыль образуется за счет разницы цены, то это спекуляция. И опять, спекуляция не обязательно трейдинг. То есть спекуляция это изменение цены. Это не хорошо и не плохо, но еще раз я вам просто хочу объяснить, что как правило это происходит в результате, ну то есть хорошие прибыли именно в таких инструментариях, они образуются за счет дисбаланса спроса и предложения. И это требует всегда находиться на острие, это нужны определенные информационные ресурсы, это большой объем информации, который нужно проделать, чтобы постоянно быть эффективным. В то же время, когда мы говорим про инвестиции, если я купил условно акцию Росагра, у нее дивидендная доходность 8% в валюте. Мне не надо там дальше ничего делать, да, то есть мне просто важно следить за ее финансовой отчетностью, что у нее по-прежнему маржа такая же или растет, выручка у нее по-прежнему такая же или увеличивается. Размер дивидендных выплат остается прежним. И от меня это дополнительных инвестиций не требует. Мне каждый год, даже каждые полгода будут падать дивиденды там в размере 8%, которые я могу потратить на то, чтобы снова купить акции Росагра. И когда мы в этом случае говорим отличие от спекуляции, то еще раз я повторюсь, в спекуляциях, чтобы получить прибыль, вы должны продать часть активов, да, к примеру, с долларом, с биткоином, с квартирой. Когда я вам говорю, к примеру, про Росагра, я купил условно там на 30 тысяч рублей, условно по 1000 рублей те же самые там 30 акций, к примеру, которые выплачат 8% годовых дивидендов. Я получил дивиденд, я могу на этот дивиденд еще купить акции. То есть они, во-первых, могут вырасти в цене из-за спекулятивного дисбаланса спроса и предложений. Второе, они дают мне денежный поток и позволяют каждый раз в будущем увеличивать количество акций. Причем увеличение количества акций не требует у меня из кармана дополнительных вложений. Увеличиваются они исключительно за счет того, что компания сама выплачивает дивиденды, и моя задача просто их проинвестировать. Итак, если резюмируя, что я могу со своей стороны сказать? Можно, конечно, бегать за птицей удачей и пытаться спекулировать, пытаться найти что-то, что принесет вам определенный доход. Когда вы молоды, амбициозны, очень много сил, то этим можно непосредственно заниматься. И тут даже и приветствуются, то есть обжечься, попробоваться, почему бы и нет. Знаю, вижу, читаю, очень много людей, которые занимаются истинными инвестициями. То есть вкладывают в реальные объекты предпринимательской деятельности, получают реальный денежный поток, который позволяет им еще больше увеличивать инвестиции. Такие люди, как правило, спокойные. Такие люди окружены семьей, у них хорошее отношение со своими родными и близкими. Они занимаются благотворительностью, они изменяют этот мир к лучшему, потому что у них есть такие возможности. Я для себя ответил, что я хочу быть точно таким же. И я понимаю, когда я изучаю их опыт, я в этом случае понимаю, что они были инвесторами, а не спекулянтами. Поэтому и сам занимаюсь инвестициями, и призываю вас лично заниматься инвестициями. В спекуляциях еще раз может быть удача, может быть успех, и можно будет попробовать попасть в эту выборку. Поэтому, друзья, что я хочу призвать? Я сделал свой выбор, связанный с тем, что я занимаюсь инвестициями. Игра в угадайку и отдавать на волю судьбы, на волю случая благополучие, мое личное, моей семье, это не моя история. Если мы сходимся с вами в этих мнениях, в этих решениях, я предлагаю пройти курс начинающего инвестора. Ссылка находится под данным видео. По крайней мере, после прохождения этого курса вы избежите большого, ну, 90% ошибок, которые допускают люди при стартовом формировании своего инвестиционного портфеля, инвестиционного капитала, вы избежите. Очень главное, как я говорю, начать правильно ездить. Потому что я привожу пример. Кто-то начинает ездить на японских машинах, и после этого всю жизнь ездит только на японских машинах. То есть, просто увеличивая премиальность сегмента. Кто-то начинает ездить на европейских и ездит на европейских. Точно так же и здесь. Вопрос в том, где вы заработаете первый раз хорошие деньги на рынке ценных бумаг. Если вам улыбнется удача, и вы поймаете хайп, точное время, нужное время, и заработаете на спекуляциях, очень высокий риск того, что вы и дальше весь свой капитал будете распределять в рамках инвестиционной стратегии. И риск того, что ваш капитал будет подвержен распаду в будущем, он будет только увеличиваться. Я не говорю, что спекуляция это плохо. Я не говорю, что трейдинг это плохо. Я говорю, что инвестиции в долгосроки позволяют обеспечить доходность не менее, чем трейдинг и спекуляция. Но количество времени, сил, средств и нервов, которые вы в этом случае потратите для достижения сопоставимых целей, будет гораздо меньше. Я своими деньгами, своими действиями голосую за инвестиции. Призываю и вас сделать то же самое. Еще раз под видео ссылочка. Участвуйте в экспресс-курсе начинающего инвестора. Становитесь успешным инвестором. На связи был Максим Петров и проект Max Capital. До свидания вам и удачи.